ЭКО – уникальный проект, сочетающий в себе функции банка, расчётного счёта и кредитной карты. По своей сути, он представляет децентрализованную финансовую систему, которая позволяет пользователям не терять свои деньги, отдавая их обычным централизованным банкам, а приумножать, благодаря алгоритмам работы сервиса. Использовать ЭКО сможет каждый, для этого необходимо скачать приложение и создать аккаунт. Но пока приложение на стадии тестирования и его испытанием занимаются разработчики, партнёры компании и рефералы. Создателей парачейн-платформы всегда беспокоило, что люди отдают банкам крупные суммы денег, всегда оставаясь в минусе. Однако, они понимали, что это не следствие жадности их владельцев, а необходимость. Чтобы выпускать новые продукты, платить зарплаты сотрудникам и работать с кредитами и вкладами, банкам нужны деньги. И получить их централизованные банковские организации могут только от собственных клиентов. Такая концепция формировалась веками, и отойти от неё человечеству будет довольно сложно. Но разработчики ЭКО считают, что у людей должна быть возможность хранить, передавать и зарабатывать деньги в одном приложении, полностью безопасном и удобном для каждого. Именно поэтому они поставили перед собой цель – сделать ЭКО-платформой, у которой не будет привычных недостатков обычных банков. И сегодня можно с уверенностью сказать, что их продукт не банк, а нечто гораздо более современное, удобное и близкое концепции веб-3. Пока банки предлагают хотя бы крошечные проценты, зарабатывая на вкладчиках гораздо больше, их услуги востребованы. Люди часто попросту не замечают, какое количество денег тратят на банковские операции. Эта сумма может оказаться существенной. Создатели ЭКО обещают, что с помощью их системы люди не только смогут избежать трат, но и будут получать бонусы за любые действия внутри приложения. В своём блоге они подробно рассказывают о том, как это возможно и какие преимущества получат пользователи. Для ЭКО всегда было важным трепетное отношение к окружающему миру. Разработчики неоднократно подчёркивали это и даже предлагали своим пользователям принять участие в активностях, связанных с защитой окружающего мира и его исследованием. 23 февраля компания объявила о сотрудничестве с Климат Дао, в состав которого входят Климейтс, энтузиасты, обеспокоенные проблемами климата и объединённые этим общим интересом в сообщество. Команда проекта продвигает методы борьбы с загрязнением окружающей среды, основанные на компенсации выброса углерода в атмосферу. Команда разработала валюту Клима, у которой есть обеспечение – углерод. Чтобы получить хотя бы один токен, нужно создать условия для удаления газа из окружающей среды или препятствовать его выбросу. Один Клима стоит тонну углерода, что немало. Но именно такой вклад необходим планете, чтобы климатические условия не менялись из-за недобросовестных владельцев заводов и фабрик. Но сейчас довольно сложно вести учёт людей, которые участвуют в программе Клима Дао и вознаграждать их. Именно поэтому так важно участие ЭКО, которое предоставит грант в ЭКОПОИНС. Эти очки можно будет использовать в качестве вознаграждения пользователей, которые принимали непосредственное участие в решении вопросов, связанных с экологией и климатом, а также обсуждении идей. Разработчики сообщили, что ЭКО также приобретает токены Клима, чтобы стать одной из компаний, стоящих на страже климата. Они также отметили, что основная миссия их проекта – доказать, что деньги – это не только средство платежа, но и инструмент для создания идеального мира, который мы хотели бы видеть в будущем. Есть и другие новости. Менее глобальные, но также очень важные для сообщества ЭКО. 26 января команда опубликовала видео, посвященное ЭКО Эксплор 2. В нём разработчики рассказали, как ЭКОПОИНС в скором времени будут превращены в первую в мире полностью открытую валюту для вознаграждений. Генеральный директор Энди Бромберг поделился своим видением того, как будут работать эти баллы и какие возможности откроют для людей по всему миру. Он также призвал людей не стесняться выражать своё мнение на этот счёт и предлагать что-то новое. 27 января команда предложила пользователям поделиться с ними идеями для способов заработка с использованием ЭКОПОИНС. Конечно, у разработчиков всегда было и будет своё видение того, в каком направлении должен развиваться проект, но им интересно знать, что думает и чего хочет сообщество. Ведь изначально ЭКОПОИЦИОНИРУЕТСЯ как платформа, на которой важен голос каждого участника обсуждения. В начале февраля в Твиттер появился пост со ссылкой на комикс, который создали пять участников сообщества. В нём я также принимал участие. Он посвящен приключениям ЭКОМэна, супергероя, стоящего на страже экологии и помогающего людям грамотно распоряжаться ресурсами. Подписчики, как и сами разработчики, оценили данную работу. Они высказали мнение о том, что развлекательный контент на подобные темы не менее важен, чем серьёзный, и он также способен привлекать внимание к глобальным проблемам. Не забывай поставить лайк по данным выпускам и подписаться на канал CryptoDead.